День воскресный, день чудесный. А прямо сейчас мы с вами отправимся в Италию, город Рим, в один из уютных жилых комплексов. Но не тот, который находится где-то там, а тот, который в двух километрах от МКАДа. Куда меня пригласили местные жители с желанием показать плюсы и минусы, поделиться своей жизненной историей. В этом выпуске я постараюсь быть максимально объективным и тем самым диджеем, который будет ставить то позитивную, то негативную, то нейтральную пластинку. А вы, досмотрев до конца, сможете сделать выводы и написать ваше мнение в комментарии. Мы сняли большое количество материала и сегодня действительно будет что показать. Но прежде мы начнем с истории переезда в этот жилой комплекс. Давайте знакомиться с главным героем. Всем салют, меня зовут Роман и я герой сегодняшнего выпуска. Начнем с того, что я родился и вырос в районе Чертаново-Южное в Москве. Соответственно, прожил там более 30 лет с семьей. Мы жили в двухкомнатной квартире в малогабаритной, в обычной панельной девятиэтажке. Соответственно, двушка была там порядка 44 квадратов, 44-45, с маленькой кухней, с не очень удобными планировочными решениями. И нам втроем там с ребенком, ну, было немножко тесновато, скажем так. Может быть, многие сейчас скажут, что это зажрались пасквичи там и так далее. Но действительно, нам было немножко тесновато там. И сама в целом обстановка немножко так удручала района. Уже все там надоело, ремонт в квартире и так далее. Хотелось чего-то свежего и побольше площадь. Жена Романа. Я, наверное, тебе предысторию расскажу, как я попала в эту квартиру. Дело в том, что я сама из Красноярска жила, в Сибири. А так случилось, что почему-то в регионах люди живут лучше, чем в Москве. Хотя все думают наоборот. И там я жила в квартире 100 квадратных метров. И там у меня было 4 комнаты с отдельным большим кабинетом и так далее. Потом я знакомлюсь с будущим мужем, приезжаю в Москву. В его хоромы московские. А там я жила в центре города. В 100 квадратных. И здесь я переезжаю в Чертаново. А я про Москву ничего не знала. Мне еще подружки говорят, тебе не страшно в Чертаново? Я думаю, что такого, что мне бояться в Чертаново? Ну, в общем, переезжаем в 44 квадрата. Маленькая тесная квартира. Это еще был первый этаж, решетки на окнах. Деревья. Ну, представляешь, летом все закрыто, солнца нет. Но, честно, у меня была депрессия. И сразу же первое, что я начала делать, это посмотреть квартиры. Говорю, Ром, давай переезжай, давай куда-нибудь смотреть. Мы начали шестить всю Москву. Но для меня вся Москва это отвратительный пик. Вот эти сумасшедшие дома без балконов. Не знаю, у меня депрессия начнется. Тюрьма и психдом. Вот ассоциация такая. Я не могу. Мне надо, чтобы красиво было. И на самом деле мне показалось, что римский самый красивый вообще ЖК, который может быть. Ну, здесь, наверное, неправильно говорить, потому что я девочка, я вообще не в курсе их проблем, их топят. Мне вообще все равно. Я пришла красивая, зашла домой и занимаюсь своими делами. И я красивее в Москве ни одного ЖК вообще не видела. Поэтому я живу здесь по брусчаточке, хожу, смотрю на ротонды, на беседки. Меня все устраивает. Машение было принято в 2020 году, летом. В июне месяце. Соответственно, на тот момент квартира стоила площадью порядка 80 квадратных метров. Без отделки, без стен даже. В районе 9,5 миллионов рублей. Но на тот момент были еще скидки, застройщики давали скидки, они давали прямую скидку 3% на квартиру. И в июне месяце еще плюс 3%, ну, просто какая-то месячная скидка. Квартира выходила на 9 миллионов рублей. Мы вносим первоначальный взнос, по-моему, 15%, там, миллион семьсот, по-моему, такая сумма. И оставшуюся часть, да, берем в ипотеку. И какой платеж что-то получается? Под льготную ставку 6,1 и платеж у нас получается порядка 61 тысячи рублей в месяц. На 30 лет? Не-не, по-моему, 15. Ну, на сегодняшний день ипотеку платите, правильно? Да, платим. Мы пока ее досрочно не гасили. А квартира, в которой вы раньше жили, это же ваша? Это квартира моих родителей, да, просто там сейчас отец живет. Соответственно, не сдается ничего, просто живет там отец. Роман, ну ты такой подзагорелый, у тебя татуировочки модные, подтянутый. И жилой комплекс у тебя в итальянском стиле. Такое ощущение, словно мы приехали в гости к итальянцу. Может быть, ты не Роман, а Марио? Нет? Нет такого ощущения, когда ты здесь живешь? Слушайте, на самом деле, как бы, возвращаясь к выбору ЖК, вот эта архитектура, которая здесь присутствует, она нестандартная, скажем так, для московского региона, московской области, вот, из-за чего мы как раз в большей степени выбрали его. Он необычный, это не панельки, там, от пик вот эти квадратные или еще от кого-то, ну и бизнес-класс, то есть это по приемлемой цене, как бы, приемлемый ЖК, скажем так, комфорт-класса. Застройка, она не человейник, как мы посмотрим, да, как обычно, приезжаем сейчас в новые жилые комплексы, там такие человейники, большие, высокие, там, по 10 квартир на этаже и так далее. Здесь нет, здесь, начиная там от 5 этажей, и при этом 5 этажей, из них 4 и 5, это одна квартира, то есть у них двухуровневые квартиры, соответственно, и доходя до 13 этажа. То есть выше 13 этажей здесь домов нет? Сейчас нет, но вот в третьей очереди, возможно, уже будет повыше какие-то дома. Ну а давай как раз вот про третью очередь поговорим, потому что смотрите, друзья, как интересно получается, то есть у нас дома, грубо говоря, зациклены в один такой круг. Фиксируем с вами первую часть. Когда застройщик представил проект, который хочет воплотить в жизнь, главный дизайнер работы над проектом вдохновлялся нотками Италии, в частности Рима, у людей он вызвал обратную позитивную связь. Люди захотели здесь жить. Ну смотрите, открываю вам официальный сайт и показываю первую очередь. Вот первые три дома вот эти, да, это как раз ровно то, на что шли люди. Здесь все разбито по очередям, немного сложная система, потому что, например, один дом, но он очень длинный, он с разной высотностью, то есть, как вот рассказал Роман, от 5 до 13 этажей. Как пишут на официальном сайте, более сотни различных планировочных решений. То есть, каждый найдет под себя квартиру, которая подходит именно ему. Построив первую очередь, она в целом соответствовала и соответствует заявлениям, вот как минимум тем картинкам, которые рисовали. Но дальше пошло немного иначе. В дальнейшем я вам все покажу, расскажу. Будет очень интересное наблюдение, которое я увидел вживую и на проекте. Так сказать, ожидание, реальность. Посмотрите. Каркас весь готов, всей третьей очереди полностью. Но будет сдаваться, я так понимаю, в несколько этапов. Их будет, может быть, 3-4. Я, честно, не могу сказать. Надо в офисе продаж уже спрашивать. И эта концепция третьей очереди уже сильно выбивается из того, что у нас построено. Это уже как раз больше похоже на человейник. Уже будут прямые дома. Слушай, ну, конечно, здорово. Так идешь, смотришь, вроде бы все симпатично, необычно. Я говорю, вот работают ребята, ремонт, наверное, делают. А что ребята-то делают на самом деле? Ребята клад ищут нас. Думают, что здесь что-то зарыто, как в древнем Риме. На самом деле все довольно просто. Очередная протечка в кладовке. И ребята ищут эту протечку, чтобы устранить, положить гидроизоляцию и так далее. А за твоей спиной вот этот красивый блок недавно горел. Да, в этом году, зимой, в январе этого года, у нас был пожар нашим ЖК. Соответственно, ну, вот в этой части на шестом этаже, тут прям угловая квартира получается, однокомнатная квартира. Какая была проблема основная, зима, сугробы. И как мы видим, как сюда заехать в пожарной технике, да, вот мы посмотрим. Дороги никакой сюда проездной нет. Единственная дорога у нас лежит через третью очередь, и вот где забор. Соответственно, и когда приехала пожарная машина, пожар уже был открытый, то есть я вам фото и видео все покажу. Она не смогла заехать сюда на территорию, потому что, соответственно, дороги здесь не чищены зимой. Как бы узкие тропинки есть, но машина никак не проедет, забор замерз. Рабочие ломали этот забор, в итоге машина встала в том месте, за забором, и от нее тянули гидрант сюда, вот, представляете, до этого подъезда. Его скручивали, сколько это времени на это все ушло, пока машина заехала, пока гидрант кинули. Начали тушить квартиры, уже был открытый пожар, уже. И самая проблема еще в чем, это вот безопасность, у нас не сработала система в противопожарной тревоге. Не сработала. Не сработала, жители включили ее вручную сами на первом этаже, то есть она должна автоматически срабатывать, когда идет дым. Она не сработала, и, соответственно, жители включили сами, эвакуация происходила, жители сами стучались, бегали по этажам. Вот, и на текущий момент, спустя два года, система противопожарного тушения и, соответственно, оповещения, она не работает, не сдана застройщикам, не первен на баланс УК. Вот это главная проблема. Письмо, соответствующее от МЧС, тоже имеется, они приезжали с проверкой. Ну вот, так и живет. А причина в итоге пожара какая была, выяснили? Причину... Я окончательную причину не знаю, но на тот момент, когда была первая экспертиза, бесплатная от МЧС, я просто, собственно, советовал сделать еще платную экспертизу. Но на тот момент причину не удалось выяснить, но перед этим скидываю все на проводку, что якобы замкнуло проводку в квартире, но перед этим, буквально тоже новогодние праздники, там, недели за две до пожара, случилась протечка в этой квартире, лопнула труба отопления, которая от застройщика, и затопила квартиру. Короче, как вариант, коротнуло что-то где-то. Ну, возможно, там влажность осталась, и через пусть какое-то время могла... Ну, никто не пострадал, все выжили. Никто не пострадал, да, это было утром, причем утром, а собственник уехал на работу, и буквально через 20 минут просто случился пожар. То есть, если бы ночью раньше это случилось, последствия могли бы вообще другие. Мне подвернулась удача. Татьяна, спасибо большое, что согласились сказать пару слов. Вот вы как давно здесь живете? Два года ровно. Вот выходя на улицу с ребенку, у вас ребенку год и два месяца, как вам вообще в целом площадки? Всего ли вам хватает, все ли вам нравится? Вот расскажите, пожалуйста. Да, сама площадка мне очень нравится. В плане насыщенности для ребенка здесь все есть в наличии. Но наличие вот этих ветров, если вы сейчас сами замечаете, это постоянно очень напрягает. Зимой они, эти ветра ледяные, летом, Данечка, летом, соответственно, то же самое. Ну, некомфортно гулять, постоянный ветер. То есть, розы ветров, видимо, здесь строили, не учитывая этого. Если сам ЖК, то, конечно, не устраивает. Во-первых, лифт периодически не работает. Внизу постоянно кладовки, парковку затопляет. Периодически непонятно, где прорывы случаются. Данечка, минуту. В самих квартирах ужасная шумоизоляция, ее от слова совсем нет. Ну, соответственно, просто не нравится, но это лично нам. Кому, конечно, как. То, что здесь нет в пешей доступности каких-либо развлекательных центров, торговых центров, нормальных парков. Поэтому планируем отсюда переезжать. То есть, вы хотите уже продаваться и уезжать? А вы почему вообще здесь квартиру купили? Что вас подкупило? Внешний вид или что? Да, подкупило на тот момент, когда мы здесь брали на этапе застройки. Вот вторая очередь. Первая очередь была уже построена. Плюс мы видели план застройщика, который планировал вторую, третью очередь строить. Было все красиво, да. Было также описано, что будет строиться школа, детский сад и парк будет обустроен. Вот где-то лесопарк здесь есть. Лесопарк этот до сих пор не обустроен. То есть, там парк никакого нет. Нешний вид, ну и цена на тот момент, так как это не Москва. Все-таки Московская область была ниже цена, чем если квартиру брать в Москве. Ну и мысль какая, вы будете приезжать куда-то, в новострой так же или уже на вторичку? Вот с мужем вообще обсуждать, какие мысли? Планируем в Москву, в новострой. В новострой. В другом застройщику. Ну скажите, на кого вообще смотрите? На пик. На пик? Да. Ну устраивает вообще вот их, как они строят, в целом изучали же? Мне устраивает одно, что у них в основном все без балконов. Ага. Да, у них застройки в основном. Ну может быть где-то элитные есть с балконами, с лоджиями. А если попроще жилье, то все без балконов. Короче, двор у нас получается в итальянском, римском стиле. Мы прогуливаемся с вами, но когда мы выходим на открытую площадь, мы попадаем в Россию. Мы из Италии переносимся в Россию, в частный сектор. Ну и конечно же, первое, что нас встречает, друзья, ну смотрите, вот я здесь впервые. Что у нас? Опа, красно-белая, раз. Вин, лап, два. Сколько вообще у вас здесь в доме всяких этих пивнушек с прикольными названиями? Ну пока что две. И соответственно есть еще магазин поврозливного пива. Но не знаю, как он сейчас существует, кто-то отходит. Тяжело сказать. Короче, первые, кто заходит в такие ЖК, всякие эти пивнушки-хренушки. Вот они, реалии жизни возле МКАДа, за МКАДом в жилых комплексах. Потому что за нашей спиной здоровый дом стоит, а перед нами, посмотрите, дорога, на которой, собственно, развит бизнес. Овощи, фрукты, стрижки, цветы, шашлык, вкусно как дома и так далее. С одной стороны, жирный плюс. Можно выйти, ну что-то купить, там те же самые цветы, еще что-то. Но в целом ты говоришь, что про эту дорогу нужно обязательно рассказать. А что рассказать? Да, я сейчас расскажу. Слушай, ну на самом деле, не знаю людей, кто туда ходит, вот непосредственно в эти заведения. Наверное, кто-то ходит из местных, но мы стараемся сторониться их все-таки, не поддерживать их рублем, скажем так. Мы сейчас видим, что сейчас здесь сделали отбойник, его раньше не было. И как бы вот эта дорога, она как будто частная, ее кто-то выкупил за какие-то суммы и вот реализует свой бизнес некий арендный. Здесь должна была проходить дорога, то есть хотели расширять ее, застройщик по проекту должен был ее расширять по две полосы в каждую сторону или одну реверсную добавлять, чтобы можно было заезжать на территорию ЖК. Потому что если сейчас мы посмотрим, когда будет машина поворачивать сюда, она будет создавать затор, потому что едет встречный автомобиль, и сейчас хотя бы день еще не так много, и лето, все разъехали. А вот начнется сентябрь, и опять начнутся пробки. Здесь часто объезжают МКАД, потому что МКАД в этой части стоит, и со стороны Бесед едут автомобили тоже плотным потоком. Бывает, что прямо отсюда начинается пробка до светофора, до того. Мы можем развернуться сейчас у нас к ЖК также и посмотреть, как у нас парковка вдоль ЖК обустроена. Соответственно, никаких знаков нет, хаотичная парковка, ни разметки нет. У нас во второй очереди часто паркуется на бордюре, то есть мы видим вот этот бордюр. И машина заезжает на него, потому что кто-то не может пройти там до своего КБ, там сделать пару лишних шагов, ленится. Приезжает кто-то в Азон забрать какие-то свои там доставки, и заезжает на бордюр, мешает ходить людям, проходить с колясками. Это тоже для нас большая проблема. Мы у застройщика просим, поставьте нам полусферы. Сейчас мы посмотрим офисы продаж. Офис продаж весь по периметру в этих полусферах, чтобы там на бордюр никто не заезжал, там все классно и красиво. А вдоль ЖК там уже как хотите, так и боритесь с этим. Это офис продаж у нас. Офис продаж по тому и сразу, как ты считаешь, клумбочки, да, чтобы никто не заезжал никуда. Цветочки, все целим. Газончик готовят под себя, чтобы все было чистенькое и красивое. Йоби да йоби. Ну, название, конечно, как говорится, маркетинг суровый и беспощадный. Вот она, реальная картинка. Знаешь, не так, как рисуют на всяких своих планах. Застройщики продолжаются строительство всех этих палаток, машины, пыль. А вот здесь в очередной раз хочу добавить, что дизайнеры, маркетологи, рекламщики свой хлеб едят заслуженно. Вот проекты, которые рисуют, это всегда, посмотрите, заходим, какая красотища. Как изначально все это было нарисовано, что тебя как бы окружает. На сегодняшний день я, к сожалению, не могу запустить коптер, чтобы показать вам реалии. Но за меня это сделал застройщик, нарисовав вот такую 3D визуализацию. Ну вот, давайте покрутим, посмотрим, что этот ЖК из себя представляет. Вот в первую очередь всегда делают акцент, что вы живете возле Москвы, но вам до всего рукой подать. Раньше, на секундочку напомню, что вот эти все места, они были предназначены для дач и частного сектора. Люди спокойно выезжают на дачу, потом едут на работу в Москву. Но сейчас ситуация последние 10-20 лет стремительно меняется, и все это застраивается, застраивается, застраивается. Поэтому вот эта дорога, одна полоса в одну, другая в другую, она просто не справляется со всей этой нагрузкой в виде трафика. Сколько занимает время доехать до ближайшей станции метро и какая-то станция? Смотри, ну ближайшая станция метро, здесь у нас метро Домодедовская получается. Здесь по факту 2 километра Домкат, но нам надо чуть подальше проехать, чтобы выехать на Каширское шоссе. Соответственно, есть тут вообще 3 выезда на Каширское шоссе. 2 через развилку и 1 через Картина, по-моему, в объезд, скажем так, вот этих СНТ. Потому что тут бывает, дорога тоже очень часто стоит в пиковые моменты. Сейчас пока лето, все нормально. Сейчас за 10 минут на автомобиле мы доедем до метро на маршрутке, за 15 минут мы доедем до метро. И как бы все классно. Но тут бывают какие проблемы? Зимой, например, плохо расчищена дорога. Здесь объезжают фуры. И в беседах там есть дорога уходит вверх. И фуры часто застревают. Они объезжают на МКАД, застревают. Так как мы видим, однополосная дорога тут может, ну, такой вообще ажиотаж возникнуть жесткий зимой. Поэтому проезд такой проблематичный. Застройщик обещал изначально сделать отдельный выезд. В районе третьей очереди на МКАД въезд и выезд. Но теперь уже открещивается от своих обещаний. Хотя есть письменные подтверждения, соответственно, Министерством строительства Московской области об этом. Я потом приложу письма, где в этом будет все подробно написано. Ну, а так вот если, например, без автомобиля зимой, сколько, ну, 20-30 минут, ты говоришь, до метро прям реально? Да, бывает, что здесь такая пробка зимой, когда выпадает снег, что проехать вообще невозможно. И люди ходили вообще пешком в Москву по тропам, там, не знаю, по колено в снегу. Ходили до МКАДы здесь через поля. И как бы здесь проблематично. Там через МКАД переходили, там уже были нормальные чищенные вроде дороги. Но вот кто-то по 40 минут зимой ходил, чтобы попасть в эту работу. Это большая проблема. Далее, что интересно. Вот смотрите, фотографии перемешаны. То есть мы сейчас с вами видим и живые фотографии, которые действительно сделаны в текущем жилом комплексе. И есть дорисовки в виде тех самых рендеров. Вот, например, мне в глаза упал вот этот шикарный фонтан. Роман говорит, да, по проекту у нас должен быть фонтан. Он меня провел по всей территории жилого комплекса. И мы дошли до того самого фонтана. Вот сейчас, что называется, почувствуете разницу ожидания и реальность. На самом деле, это вообще центральная площадка детская. В основном, большинство детей всегда гуляло здесь, на этой площадке. Но сейчас у нее покрытие пришло в негодность. И застройщик сейчас меняет покрытие. Но опять же, как мы видим, работы вот прям в данный сегодняшний день не происходит. Все это можно было сделать намного быстрее. Она где-то уже, мне кажется, месяц не функционирует. Сняли вот весь. Короче, лето кончится, снег выпадет и объект будет за. Положен, да, грубая. Но сейчас вот хотя бы уже камни заложили. До этого все было снято и камней не было даже. В процессе сейчас на ней особо никто не гуляет, понятное дело, потому что на реконструкции. Также у нас фонтан есть здесь, на этой площадке. Он в этом году работал только один месяц. И потом перестал работать в очередной раз. Потому что детишки бывают маленькие, кидают песок, как мы видим, песочница очень рядом. И текущий насос, который здесь установлен, он не выдерживает переработки этого песка и глохнет. Но вот у нас управляющий никак тоже насос не может поменять. Обещали какой-то поставить более мощный, чтобы он этот песок, грубо говоря, через себя пропускал. И чтобы он не засорялся. Но вот как мы видим сейчас вот такое все. Короче, фонтан есть, но фонтана нет. Знакомьтесь, Роза Борисовна. Роза Борисовна, как давно здесь живете? Мы живем уже второй год. Откуда переехали? Нам здесь очень нравится. Из Берелева. На вторичке жили, соответственно, заезжаете в новостройку. Правильно я понимаю? В новостройку. Нет, мы там так и живем. Просто решили еще здесь купить. Нам очень здесь нравится вся инфраструктура. Рядом детский сад. Будет второй детский сад. Огромная школа на большое количество детей. Потом у нас площадка реконструируется. Там у нас сейчас будет, где фонтан, там будут новые спортивные сооружения. Потом еще у нас одна спортивная есть площадка во дворе. Еще одна при въезде. Получается, три спортивные площадки. Поэтому со второй очереди с великим удовольствием приходят и к нам в первую очередь. И мы с первой очереди приходим во вторую очередь. Как бы конфликтов нет. Все дружим. Администрация благоустраивает наши газоны, клумбы. Высаживают цветы. В этом году стало еще красивее, еще комфортнее. Огромные подъезды. Огромные площадки подъездные. Просто простор, колясочные. Есть комнаты, где можно помыть колеса от велосипедов, от колясок. Везде чисто, благоустроенно, красиво. Нам нравится. Приезжайте к нам. Вот как хорошо рассказали. Последний вопрос. Вот плюсы понятны. Что не нравится? На что пожаловались бы? Ну вы знаете, я бы еще вот, наверное, обратила внимание на благоустройство. Убрать вот эти сухие деревья, которые высохли. Вот они стоят абсолютно просто высохшие. Значит, надо выкопать, добавить хорошую землю и высадить хорошие растения. Чтобы это радовало не только взрослых, но и детей. Роза Борисовна, вот, пожалуйста, уже занимаются. На территории жилого комплекса были выявлены места, куда землицу хорошую подводят. Как раз для решения той самой вашей проблемы. Друзья, для объективности показывают довольных жильцов. Важно понимать, что у Розы Борисовны квартира в первую очередь. Которую как раз таки здесь все и хвалят. Мол, она, так сказать, эталон. Туда заходишь во двор, там все красиво. До нее мы еще дойдем. Очень часто про подобные жилые комплексы рассказывают здесь контингент другой. Смотрите, делюсь наблюдениями, не самыми приятными. Вот это лестница между двумя подъездами, два разных подъезда. Она идет винтовая. Сейчас мы снизу посмотрим, как она выглядит. Самый прикол в чем, если мы находимся на третьем этаже одного подъезда, мы не можем попасть на третий этаж параллельного подъезда. Мы пойдем либо с нечетного, мы попадаем на четный этаж и так далее. Соответственно, здесь с третьего мы попадаем на четвертый туда. С четвертого отсюда попадаем на шестой сюда. И вот так через этаж мы прыгаем. А с чем это связано? Такое архитектурное решение. Интересно. Ну, интересно, на самом деле не это, а детали жизни. Потому что под вот этими лестницами, соединяющими подъезды, есть вот такие закуточки. Я ходил везде, собирал перебивки. Захожу, смотрю, засрато, так еще и засрато. Хотя отмечают, что в подъездах на первых этажах предусмотрены туалеты. Пожалуйста. Дальше. Другие люди. Вот люди покупают квартиры, сразу подписывают, чтобы им заварили мусоропровод. Антисанитарии. Нам это не надо. Но среди жильцов есть те, кто за дом идти выбрасывать мусор не хочет. Поэтому урны, которые предназначены для мелкого мусора, заменены на мусорные баки. Бросают туда, пожалуйста. Далее. Спускаемся на паркинг. Это то, что я увидел, так сказать, проходя мимо по всему жилому комплексу. Ну, вот, пожалуйста. Пивко попили, стаканчики от кофе, различный мусор, пачки сигарет просто набросано в одном темненьком уголку. Кто это делает? Застройщик? Конечно, можно будет все это дело свалить на строителей. Но мне почему-то кажется, что свинюшки есть и среди жильцов. Короче, так на самом деле все спорненько. Знаешь, местами заходишь вроде бы норм, но вот эта стройка по сторонам, она, конечно, сильно так перебивает картину. Вот расскажи, у вас же двор без машин, здесь, по идее, не должно вообще машин быть. Да, смотрите, это у нас двор без машин. Здесь организован проезд только для спецтехники, соответственно, пожарных машин и медицинских служб. Но, как на практике мы видим, сейчас идет строительство детского сада, уже на финальной стадии. Вот она слева. И получается, здесь заезжают большегрузные автомобили, привозят асфальт, разгружают прямо здесь. Ну, тут видно грязь, уже где-то проваливается асфальт. Соответственно, вот автомобиль сейчас в управляющей компании стоит непонятно для чего. Напротив подъезда просто им, наверное, тяжело 10 метров на руках какое-то оборудование донести. Что не очень нравится жителям, потому что все здесь ходят с детьми, либо дети гуляют одни, либо с колясками. И уже проблематично пройти, если здесь едет машина. Слушай, ну вот я сейчас прямо вижу такую картину интересную, как мама идет с ребенком, и ребенку дико интересно посмотреть, что там за забором. Ну, это понятно, у детей любопытство. Она пытается тасовать руку, а там работает... А там работает техника, и идет силовой кабель, к которому ребенок тянет руку. Да, он защищен, но как вам такое вообще в целом? Ребенок тянет руку на стройку, ему интересно, куда мама смотрит или бабушка, это, конечно, вопрос к ней. И вот они реалии, о которых почему-то особо-то не рассказывают. Жизнь на стройке, когда рядом с тобой через забор строится следующая и следующая очередь. Двор без машин. Когда мы там гуляли, в этом есть жирный плюс. Дети могут бегать, играть, кататься на велосипеде. Но пока идет стройка, не дай бог, вот эта дорога, которая предназначена для пожарной машины, понадобилась, проехать по ней невозможно. Вот объяснить бы это тому человеку, у которого квартира сгорела, что потом, когда все достроится, все будет хорошо. Да-да-да, это до стройки. А дети суют руки. Ты прикинь? Ну, твое мнение как? Нормально? Ну, понятное дело, что это не очень хорошо. Здесь даже раньше была вот эта дверь открыта, и можно по своему ключу обычному даже зайти сюда. В принципе, сейчас вот закрыли, и уже это такой нет. В жилом комплексе живет огромное количество детей. Там ребята 12-13 лет. Ну, как вы думаете, им-то вообще интересно залезть на стройку, в экспедицию отправиться, посмотреть, что там, провести свое расследование? Вот напишите ваше мнение в комментарии. Как бы техника безопасности здесь составляет желать лучшего для жителей. Да, охереть, блядь. А мы тем временем перемещаемся в начало первой очереди. Собственно, с нее все и началось, правильно? Да, все верно. Вот этот дом, это первый дом по проекту, и он, соответственно, был первым построен. Соответственно, а слева мы уже видим вторую очередь. Начало второй очереди, мы видим даже, что уже даже на второй очереди архитектура немножко страдает. Немножко отличается от первой. А за твоей спиной что такое? За моей спиной еще одна детская площадка на возвышенности такой, на некой. Мы можем тоже туда пройтись, посмотреть. А что это за купол такой сделан? Ну, это такое какое-то архитектное решение, которому нет объяснения. Вот так нам обычно отвечают, что это так по проекту, все. А дальше внизу это подземный паркинг, правильно вы видите? Да, здесь можно спуститься на подземную парковку в первую очередь уже, получается. Короче, друзья, вот посмотрите, этот жилой комплекс в каком году был сдан? В первую очередь где-то в 17-м, по-моему. Вот спустя 5 лет состояние общее при домовой территории, если вы посмотрите, водоотвод уже раздолбили, бордюр раздолбили. То есть за счет чего? Ну, это вот зимой, например, чистят снег, там машина где-то проезжала, наехала, все побило. Вот что неприятно, когда вот так вот смотришь, вроде бы все новое, все классно. Ну, посмотреть, да, вот допустим, вот даже вот подъезд. Здорово, люди сделали себе на балкончике цветочки. Все как и должно быть, вот римский, Италия. Ну, вот что с ними будет лет так хотя бы через 20? Я уж молчу про 50 и более. Почему-то сегодня современные жилые комплексы очень сильно боятся дождя. Друзья, дождя! Давайте спустимся на паркинг и поговорим об этом подробнее. Ну, расскажи, пожалуйста, просто фишка этого паркинга, которая меня удивила, что он бесплатный. Да, все верно. У нас паркинг бесплатно идет от застройщика, соответственно, доступ есть только у жителей по номеру телефона. Соответственно, они въезжают сюда. Но, как мы понимаем, все, что бесплатно, обычно не очень качественно сделано. Соответственно, у нас на паркинге есть постоянные протечки. Мы их сегодня посмотрим, я вам покажу. В летний период времени это не так страшно. Страшнее, на самом деле, зимой, когда это все течет на машины. Я фотки потом приложу, когда это потом все замерзает, когда идут морозы. Соответственно, сейчас мы можем даже показать, что у нас происходит на паркинге. На текущий момент сделали раскопки и подключают второй муниципальный детский сад. Вопрос, почему это не было заложено на этапе проектирования, когда все коммуникации прокладывались для подведения домов и не продумали заранее, и не сделали это для сада. И делают вот сейчас, перекопали нам все. И уже они длятся месяца два, наверное, если не соврать. Соответственно, мы можем сейчас поближе подойти там с какой-то стороны и просто посмотреть, что там происходит внутри. Что это безалаберность управляющей компании, застройщика? Мне трудно сказать. Я думаю, все-таки на этапе проектирования это должно было быть заложено, потому что второй детский сад предполагался именно на конкретном месте, где он строится. Мы его попозже посмотрим. Но почему не было сразу, коммуникации не были проведены, это, конечно, большой вопрос. И сейчас никто не ответит уже на него. 5 июля 2023 год. Постоянно течет вот это вот соединение установленных новых труб. Римский проезд, дом 5. Паркинг, подземная парковка. Это сочленение идет в так называемый детский садик. Но вот постоянно вот это вот подмывает. Уже озеро даже, я бы сказал, такое мини. Льется нормально. Вот видим, по всей видимости, просадка грунта. Идет из-за этого в том числе. Весь паркинг уходит. Там видно, вот оно. Это все просел в грунт. Из-за того, что там вода вот так вот льется. По всей видимости, и раньше лилась. И теперь еще, если теперь еще будут литься. Ну, это будет беда. Можно рассказать, да. У нас застройщик, были провалы по грунту, по асфальту. Соответственно, застройщик раскопал тоже месяца два назад. Должны были укладывать асфальт. И пока вот в таком виде все устраивали. Ром, расскажи, что мы видим. Соответственно, мы опять находимся на паркинге. И мы видим протечки. Вот вчера шел дождь. Не сказать, что он прям сильный. Ну, он был сильный, но короткий. И, соответственно, это вот последствия опять. Любого дождя, либо таяния снега. Мы видим протечки по периметру. В прошлом году их запенивали. Но, как мы видим, особо ничего не помогает. У нас стены сырые. Сейчас я вам покажу вот на соседней стене, что у нас происходит. Вот эти протечки у нас уже не первый год происходят. Ну, два года, как дом сдан. Соответственно, и вот такие последствия. Это из-за чего происходит? У нас, мы поднимемся наверх, покажу. Непродуманная ливневая канализация. Нет водоотвода. Соответственно, вода вся скапливается. Течет, получается, с первого этажа на паркинг. И все стены сырые. Мы еще зайдем внутрь, покажем, что у нас внутри подъезда здесь творится. И сейчас покажем вам источник, откуда это все льется и почему. А здесь после дождей собирается вода. Дожди, снег тает и прочее. Вот мы видим прям такой угол. Вот сейчас тут прям вода стоит. И видно зеленый, и вот этот плесень. Все это, мох уже растет и так далее. Соответственно, здесь не продумана водосточная система. Нет никакого водоотлива. Соответственно, здесь вода стекает. Вот дверь у нас сейчас открыта. Типа проветривается. Вот если мы ее закроем там. Соответственно, вся вода течет туда. Сейчас мы подойдем. Тут уже запах плесени ощущается как бы отсюда. Вот мы пойдем. И отсюда уже вода начинает течь. Соответственно, вниз на паркинг, на стены и так далее. Сейчас мы посмотрим, что у нас, в каком состоянии вообще подъезд здесь находится. Ну, то есть, вот по-живому прям сразу видно эти пятна. То есть, она зрая, вот эта стена. Как бы вот все рушится, падает. Тут вот целый кусок вот все это видно, в каком состоянии. Это не был сейчас акт вандализма? Застройщик исправит, надеюсь, в этом году. Вот, соответственно, сейчас мы спустимся и покажем вход со стороны парковки. И вот, ну, чувствуется плесень, сырость. Это сейчас лето. Лето, я не говорю про зиму, про осень. Вот, тут даже вот такое сейчас стоит ведро с водой наполненное. Вот, видимо, дворники поставили. Вот в таком виде подъезды у нас некоторые. Ну да, все сырое. Это, конечно, это хана. Тем более, отсюда вся эта зараза и попрет. А плесень у вас здесь, это вопрос времени. А это первый год так или так уже с самого начала? Нет, нет, в прошлом году все то же самое было. Это с прошлого года все так тянется. Соответственно, это вход с парковки. Ну да, здесь прям сырость тянет. Соответственно, вот это все должен устранять застройщик по гарантийным обязательствам. Два года прошло. Обещают в этом году что-то сделать. Но сроки уже прошли. Они обещали седьмого до седьмого июля устранить подобные протечки. Но пока нет. Опять сроки сдвинулись. Обещают в августе. Соответственно, ну не знаю, будем ждать пока. Мы пишем. Короче, два года, да, паркингу? Паркингу, да. Готовому, да, получается. В июле 21 года получали ключи мы. Сейчас июль 23-го, два года. Ну это интересно просто на все эти жилые комплексы как раз и посмотреть в разрезе лет так 10-15. Соответственно, еще помимо вот этих протечек тоже вот мы можем увидеть. Ну тут все по периметру в таком виде. На машины капает вот подобная известь. Вот как мы здесь видим по трубе. Капает только с потолка получается. И машины потом очень проблематично от этой извести отмыть. Люди там пользуются какой-то лимонной кислотой, ну какими-то еще подручными средствами. В общем, просто так даже на мойке ее не отмыть. Они потом вручную сами оттирают эти все. Подводы. Брошенные автомобили, нет собственников. Когда у нас пока шлагбаум запустили только два месяца назад, до этого был вообще свободный въезд здесь. И, соответственно, парковалось СНТ окружающие и вообще все, кому не леет. Ну, пока еще места хватает, в дальнейшем посмотрим. Ну, а почему у вас, например, охраны нету на въезде, которые будут пропускать строго по номерам, кто живет? Соответственно, управляющая компания этим не занимается или не хочет заниматься. Это как доп.услуга, соответственно. Жители пока сами не решились добавить охрану, потому что хотят, ну, видимо, подождать, когда либо парковка переполнится, либо, ну, не знаю, что еще должно произойти. Либо не хотят платить, потому что услуга охраны – это дополнительная статья расходов в вашей квитанции. А сейчас как? Подъехал, позвонил на шлагбаум, он открылся, поставил на любое свободное место – все, ты можешь идти домой. Пока мы сделали только камеры своими силами, то есть жители скидывались деньгами, поставили камеры. Ром, расскажи нам, пожалуйста, подробности. Вот, насколько я знаю, у вас здесь на подземном паркинге есть различные технические помещения. В них в свое время проживали дворники и какой-то еще персонал, который оказывал здесь подрядные работы застройщику, там, проводили пожарную сигнализацию и так далее. Соответственно, они проживали в этих помещениях и, скажем так, условия были такие не из лучших. Они пользовались там розетками, оставляли свет постоянно включенный, у них были электроплитки, какие-то матрасы наложенные, соответственно, и это все могло привести к пожару. Соответственно, жителям это не нравилось, они, соответственно, используют также электроэнергию. А жители платят, и у нас тут ОДН по электроэнергию на самом деле очень высоковат. Я по своей квартире плачу порядка 700 рублей в месяц на ОДН. При этом что-то на свою квартиру у меня 1100, допустим, выходит на квартиру электричества. Я считаю, что это дорого, так не должно быть почти один к одному. Да, еще же была история, что какой-то из проживающих вот в этом помещении, что тут ходил машиной дергать? Да, да, да. Мы как раз уже ставили, занялись установкой камер, у нас уже стояли частично камеры. На парковке мы ставили сначала, все ставили по подъездам, жители скидывались по подъезду, ставили сначала в подъезд, и потом мы ставили у себя здесь по периметру, там, 2-3-4 камеры поставили. И в какой-то момент увидели, что один из этих рабочих, так скажем, ходил, сначала он дергал двери ручек в квартире. Вот, соответственно, в квартире близая, а потом ходил в каком-то не особо адекватном состоянии. И потом ходил, дергал двери ручек машины. Даже какую-то машину он, по-моему, открыл багажник и там что-то достал, не знаю, уже. Вор. Уже не помню, зачем закончил здесь, честно. Вот, вот чего действительно стоит бояться. Ну, понимаете, какой-то посторонний человек, неизвестно откуда, кто, как, ходит, открывает дверь. Для чего он это делает? Проверяет машины, кто не закрыл, чтобы можно было залезть и чем-то поживиться, что-то украсть. А когда я слышу историю про то, что по домам ходил и пытался проверять, смотреть, у кого двери открыты или закрыты, вот это еще страшнее становится. Поэтому, друзья, лично мое мнение, что в подобных жилых комплексах и в старом жилом фонде все-таки персонал рабочий в виде консьержев, он необходим. Застройщик предусмотрел в каждом подъезде помещение для консьержа. Но люди, опять же, отказываются от консьержев, потому что за это нужно платить. А проблема заключается, ключевая в том, что дома разной этажности. В одном подъезде, например, 5 этажей и 15 квартир, а в другом 13 этажей и больше квартир. Найти общий язык, поскольку мы будем скидываться, невозможно. И почему-то сегодня большинство людей подобных жилых комплексов считает, что их спасут камеры видеонаблюдения. У ребят они расставлены, у них есть отдельный пункт наблюдения, огромное количество камер. Но, как правило, в интернете частенько вылетают истории, когда женщина идет в подъезд, в ее показах она заходит в подъезд, далее она заходит в подъезд, следом за ней заходит мужчина уже с другой камеры, с разных ракурсов видеонаблюдения идет, они заходят в лифт, и в лифте камера, выходит на этаж, а он начинает ее душить. И что толку от этой камеры? От этой камеры только вот мы можем сидеть, смотреть, какой ужас, как страшно жить. Как она вам поможет, если не дай бог на кого-то нападут? Я понимаю, что за этой камерой рабочее место сидит человек и смотрит. Где-то кто-то заорал, сразу камера открылась, они так и работают сегодня, это все можно настроить. И тут же там сирену включил, громко говорить, или а ну пошел отсюда, сейчас в милицию вызову, хоть как-то шугануть человека. А это что, маску одел, кепку одел и ходи проверяй машину, кто там был, что там был, полиция найдет. Да у полиции таких заявлений, не знаю, сотни, а может быть и тысячи. И вот здесь ключевой ответ, народ голосует рублем. Это будет дополнительная услуга, за которую надо платить. Вот напишите ваше мнение в комментариях по этому вопросу. Ну, в смысле, ничем плохим особо не закончилось, но ситуация была такая накаленная. Мы, соответственно, звали полицию, там были разбирательства, и куда-то потом в итоге его спрятали. Давайте сделаем блог о позитиве, пообщаемся с шикарной женщиной Людмилой. Вот она живет тоже в первой очереди, ей здесь все нравится. Давайте посмотрим, как эта первая очередь выглядит вживую. Я жила до, в Москве, метро Коньково. Искала лично для себя то место, где подальше от мегаполиса, подальше от метро, вот нашла вот это ЖК. Ну, в целом, довольна, что я нашла. Устраивает буквально все. Я очень люблю этот ЖК, мне здесь комфортно, очень комфортно. Я на машине, мне очень удобно, нормально. Слушай, ну, в силу того, что вот это в первую очередь, здесь уже с 18, да, ты говоришь, года квартиры сданы, здесь хотя бы тихо. Здесь тихо, да, уже стройки особо никакой нет, все обжито, и, соответственно, здесь очень уютно находиться. Это еще не один двор такой, мы сейчас пройдем дальше и посмотрим, как выглядят другие дворы. Вот без этой стройки и без всего шума, гамма. Вот на территории этого ЖК есть вообще какие-нибудь там, ну, ресторан какой-нибудь хороший? Ну, хорошего нет, есть такие закусочные, где готовят еду, ну, так, на любителя тоже. Кому-то нравится, кому-то нравится. Забегают, простыми словами. Ну, скажем, да, они, конечно, собственники обидятся на это, потому что они стараются. Но тут не такая большая проходимость для открытия какого-то чего-то серьезного. Сейчас в первую очередь делают, по-моему, один ресторан большой. Ну, вот именно прям как ресторан они себя должны позиционировать. Но что-то непонятно, все, еле-еле ремонт идет, непонятно, когда они закончатся. Просто глядя на такую архитектуру, думаю, что неплохо было бы идти сейчас, знаешь, чтобы небольшая летняя веранда, уютное кафе, куда можно зайти действительно выпить хорошего кофе, съесть вкусную булочку, суп, действительно домашний по приемлемой цене, чтобы туда постоянно жители хотели приходить завтракать, обедать, ужинать. А здесь нету, блин. И, как правило, возле подъезжаешь, как обычно, все эти пивные, шаурма, булочку, блин, с собой из серии хлеба и все. Ну, внешне, конечно, я соглашусь. Это интересно. Как бы хоть есть на что посмотреть и погулять так в том числе. Вот это, наверное, самый красивый двор из всего ЖК нашего, потому что здесь у нас располагается офис управляющей компании. То есть, если ты хочешь купить, ты приезжаешь как раз в самый красивый, самый зеленый двор. Нет, офис продаж у нас на улице отдельный, да, а здесь управляющая компания располагается. У них всегда первых стрягут газон, первых убирают снег и так далее. Ну, как мы видим, тут много насаждений. Но тут, в основном, конечно, жители еще много делают, помимо управляющей компании. И вот все, что мы видим, сюда заехать нельзя. То есть вот эти ворота, которые есть, они исключительно для спецтехники, для скорой помощи, вот что-то типа этого, правильно? Да, да, все верно. Ключи есть только у председателя здесь первого дома, по-моему, и в управляющей компании, соответственно. Тоже такая двоякая история, потому что, допустим, приезжает пожарная машина, если здесь пожар, пока они куда-то побегут, пока найдут. Управляющий может не быть в офисе, там никакого сотрудника. Обед. Любая ситуация. Где искать этот ключ, зачем, почему. Ну, не продумана до конца, на самом деле, вот эта вся история. И опять же, будем ждать, пока там гром не грянет, соответственно. Ну, понятно, пожарная машина может и протаранить такие ворота, там замок не такой сильный. Но обычные машины сюда не заезжают, да. Вот там тоже есть свой плюс. Вот еще плюс такой, конечно, большой, что у вас с точки зрения выбора есть. Действительно, выбор. Вот, например, вот этот дом с одним подъездом. Вот сколько этажей? Пять получается? А, раз, два, три, четыре, да, пять. Но я так понимаю, что четвертый этаж, там уже двухуровневые квартиры, вот которые у нас посередине, это, скорее всего, двухуровневые квартиры. Вообще здесь очень много решений, порядка, по-моему, 100 разных планировочных решений во всем ЖК. И можно было выбрать, в принципе, квартиру по любому вкусу, двухуровневые, мансардными окнами, там с антресолью, двухэтажные полноценные, соответственно, либо классические вообще там прямоугольные квартиры. Вот, соответственно, здесь вот всего 21 квартира в этом доме третьем, самый маленький дом. Слушай, а ты вот когда гуляешь, вот, например, у людей, я смотрю, на балконах есть столики, вообще сидят по вечерам? Да, бывает, конечно, в хорошую погоду люди выходят, сидят там, не знаю, пьют кофе, или, может быть, что-то еще по выходным, соответственно, по-разному, да, люди проводят время. Кто-то сидит здесь на ротонде, потому что в хорошую погоду здесь тоже отлично. Короче, тоже, друзья, обратите внимание, все так вот своеобразно здесь. Видимо, полюбилась жить голубям, потому что здесь вот засрата, в силу того, что сверху крыша идет, и они могут здесь спокойно заночевать. Одна урна стоит посередине, вторая как-то непонятно, но тоже, да, вот тебе, пожалуйста, здесь целая площадка, просто на ней нет ничего. Не посидеть, не постоять, ну, просто непонятно, для чего такое пространство нужно, пустое. Хотя, ну, явно напрашиваются сюда какие-то лавочки. В принципе, чисто, да, хотя мы не видим сотрудников клининга здесь, да, никто не ходит сейчас, не убирает за нами, потому что, ну, старается местные не мусорить, не сорить. Представьте, вы генеральный директор, вы несете ответственность за всю компанию и ее сотрудников, и у вас нет права на ошибку. Вам приходится контролировать руководителей, но на контроль сотрудников у вас уже не остается времени, а многим и представлять не приходится. Бизнес-телефония ЮЭС создала уникальный сервис для руководителей и владельцев бизнеса. Онлайн-мониторинг, в котором вы получите конкретные инструменты для управления и контроля сотрудников, которые помогут повысить вашу прибыль. От отслеживания источников рекламы до записи разговоров. ЮЭС разработала комплексный метод подхода к коммуникациям по запросу предпринимателей на основе 20 лет работы в этой сфере. Вы получите более сотни доступных метрик, настройки виджетов, которые помогут настроить рабочие процессы. А благодаря мощнейшей технической поддержке платформа получила звание народного лидера в сегменте по рейтингу Яндекс. А подключение и настройка занимает не более трех часов. Полученные возможности помогут вывести ваш бизнес на новый уровень. Получите личную консультацию со специалистом ЮЭС, где он ответит на все ваши вопросы. По ссылочке в описании или по QR-коду, который прямо сейчас вы видите на экране. И по ним же вы можете получить бонус в виде 1000 рублей на счет для того, чтобы потестировать платформу. ЮЭС ждет вас в описании. Ну давай зайдем в один из проблемных подъездов. Здесь что-то тоже топило. Обратите внимание, какая у вас модная мусорка. То ли запарковал, знаешь, серии попозже заберу, то ли выбросил. Хотя венечек и совочек, как говорится, годны еще. Да, давай посмотрим. Ну мы видим сразу, да, вот внешне как бы проблемы тут. Разваливается потихонечку дом. Обрати внимание, что козырек ваш провис. И, соответственно, вопрос времени, когда он довиснет так, что упадет вниз. А что там у тебя? Код? Да, ну у меня там все коды к нашему. Вот, друзья, видите, как хорошо быть председателем. Есть все коды от всех подъездов. Сейчас раз, два, три, дверка открылась. Доступ есть. У нас до этого были общие коды на всех подъездах. Буквально вчера, сегодня их убрали, потому что тоже все знали эти коды. Какие-то люди посторонние постоянно ходили. Дворники, недворники, все, кому не лень. Вот сейчас мы их убрали, теперь код оставили только персональные коды на каждую квартиру. Слушай, расскажи, да, что с этим подъездом? Ты говоришь, что вот его затопило как раз фекалиями? Да, вот этот подъезд затопило, здесь забилась канализация на парковке. Соответственно, получается, все вот это, нечистоты пошли вверх и полилось из унитаза, из консьержной. Консьержная у нас, по-моему, нет, это здесь у нас лапомойник. Консьержная, я думаю, закрыта на ключ, потому что там есть оборудование, да. В общем, отсюда все потекло вот так по подъезду, все нечистоты. И, соответственно, мы можем посмотреть на стены, которые впитывали всю эту влагу и прочее, в каком они сейчас состоянии. И они, соответственно, по всему подъезду. Подъезд не маленький, и мы видим это по всем стенам, можем вот сейчас пройтись и посмотреть. Слушай, а что пищит-то без конца? Ты не в курсе? Вот слышишь же, да, пищит? Либо лифт, либо пожарка, либо, ну вот, что-то из этого. Был у людей день, возвращаются домой в свою новостроечку, а там говнище повсюду плавает. И здесь я хочу отметить, что виноват-то в этом не застройщик, затопило не потому, что где-то что-то прорвало. Вина в данной ситуации жильцов, именно жильцов, потому что они не следят за своими рабочими. Рабочие делают им ремонт, выливают остатки в унитаз, все это забивается. Мы ранее уже показывали об этой проблеме, она распространенная. Вот, например, в некоторых жилых комплексах топит второй этаж, который идет жилой. И все говно вытекает не в подъезд, а человеку в квартиру. Такое тоже было. Поэтому, когда вы покупаете квартиру, делаете ремонт, строго-настрого запрещаете выливать в унитаз остатки строительных материалов и пищи в том числе. Потому что одной из причин засорения бывают кости куриные. Покушал, бросил, а потом вот, весь подъезд в говне. Внесу таких 5 копеек. Зимой, когда у нас был конкурс между подъездами всего ЖК, и вот по нашей, по второй очереди, наш подъезд по обустройству занял первое место. Ну, как, типа, самый красивый подъезд был. Ну, соответственно, здесь мы тоже сразу можем посмотреть на подъезд, что у нас здесь происходит. Тоже все стены сырые. Здесь она уже отваливается, уже все. А, почему это происходит? Значит, опять же, после дождей, татани, снега и так далее, ничего страшного происходить. Вот, получается, вот эту вся мебель, это вам застройщик делает или вы тоже за свой счет покупаете? Да нет, конечно, никакой мебели здесь не было. Все это покупали жители сами, там, картины вешали, книжки приносили, стол, соответственно, пуфики, кулер. Все это делали жители за свой счет. У кого-то было лишнее, кто-то принес бесплатно, на что-то скидывали, соответственно, делали какой-то общий сбор, и неравнодушные люди скидывались на это. Не все, понятное дело, но какая-то часть людей, которые хочется вот как-то. Здесь это вытяжка, вентиляция, по-моему, приточка, которая идет на крышу. И, соответственно, у нас везде на всех этажах она стоит, я сейчас покажу. И здесь вот такие болты, то есть не смогли нормальные болты короткие сделать, чтобы не ходить вот так ногой там не задевать. И в итоге вот в таком виде оставили, и потом приходили болгарки на этаже, уже покажу, они спиливали. Мы оставляли заявку, чтобы они это все спилили. Ну, такая реализация, соответственно. Отопление? Да, вот здесь как раз это вот со второй этажа текло, то, что я говорил, канализацию прорвало на втором этаже. И здесь вот тоже вот так же все стекало. Слушай, а у вас стекало, там-то у вас проводка, да, идет? То есть это же теоретически все сгорит нахуй. И второй раз я это услышал, это первый раз было там, может, год назад. А второй раз было, соответственно, не дал, где-то месяц назад. У нас уже хотя бы ключи были от этой квартиры, сосунки нам оставили. И я услышал, просто выходил из люста и слышал, что что-то капает. И не понял, где. А капает, вот на металл попадают капли, и все слышно. Я подошел, думаю, что где? Тут вот приоткрыл всю сырость, уже видно, тут уже лужа была, она еще небольшая была. Я пошел, позвонил, оставил заявку аварийную в УК. И они говорят, пришли только устранять через несколько дней. Мы пришли, соответственно, с соседом, за эту заглушку, там, какой-то, как поставил, ее опять выбило, она там грязь. И вот все вот в таком виде осталось. Через несколько дней мы только пришли там что-то убирать. Тут текло опять, ну, все. Короче, внешность, как говорится, обманчива, блин. Ну, как бы, да, вот сейчас мы покажем, как здесь тоже были протечки. Ну, как бы, вот в таком виде. Прикол, короче, слушай. Ром, я тебе сейчас скажу, когда я сюда ехал и увидел дома, он мне так прям впечатляет. Ну, вот сейчас, как ты начинаешь показывать эти детали, блин, ну, это жесть. А это что, разбирали, короче, да, текло все? Ну, да, потому что текло, видимо. Так и почему обратно не собрали? А зачем? А, понял. Ну, да, вот видно, говорит, плисеньли штуки, какая-то грязь, вот они тут. Так, в таком виде все оставляли, как-то это все. И это когда, когда это произошло? Ну, не вчера? Ну, нет, нет, конечно, это, ну, это уже давненько, мне кажется, полгода, наверное, точно, но зимой. Слушай, вообще прикол, ну, это просто прикол, разобрали, хорошо, устранили, ну, почему обратно-то не собрали? Ну, вот ты, например, как председатель спрашивал у управляеки, ты говоришь, типа, ребята, а когда будут собирать? Ну, да, они говорят, это все гарантийные обязательства застройщикам, мы им пишем, а они не ради. А, типа, это, короче, застройщик должен. Да, это застройщик должен, как бы, там, что-то делать, вот эти работы, потому что тут по кругу надо все красить. Тут очень работы много, на самом деле, и у управляющей компании нет ни финансов, я так понимаю, ни рук, ничего, невозможности никаких. Все это скидывают на застройщик, застройщик не торопится это исправлять, ну, видимо, ЖК и так продается, ну, вот. Если бы те, кто покупает, видели, в каком это состоянии, я думаю, они бы не покупали с таким ажиотажем. И задача как раз показать застройщику, в первую очередь, в каком виде у него сейчас ЖК, потому что они нифига сюда не приходят и не смотрят, они только записывают там свои какие-то ролики на YouTube и так далее. Вот, чтобы они пришли, посмотрели и вот это все исправили, и тогда и народ пойдет в нормальном ЖК покупать квартиры, а не вот в таком виде. Помещение мусорокамеры. Так, сейчас проверю, есть ли у меня ключ от меня. И мы ее переворудовали под тоже некий склад для жителей, скажем так, бесплатный. То есть, ну, кто-то хранит свои вещи. Если дома негде, можно вот здесь припарковать на какое-то время. Контейнерную площадку под мусор, куда у нас все жители должны сбрасывать мусор, бытовые отходы, соответственно, она вот в таком виде уже у нас находится два года, ну, с заселения, с передачей ключей. То есть, нам обещают все сделать закрыто, она должна быть закрыта по периметру, с крышей, чтобы мусор вот этот не улетал, не разлетался здесь, когда ветер. Но вот, как мы видим, она вот в таком виде. Хорошо хотя бы добавили контейнеры, потому что раньше было 4 маленьких зеленых контейнера на всю вторую очередь. Они постоянно были переполнены. Здесь горы мусора были, пока не добавили вот эти большие пластиковые контейнеры. Сейчас ситуация с мусором получше, но, как видим, площадка не обустроена. Друзья, вонь, вы должны понимать, стоит знатная такая, под стухшим. Еще что интересно, летают мухи, открыто, а через дорогу у человека частный дом. Вы гляньте, хорошенький такой трехэтажный, богатый коттедж, мерседес стоит. И на тебе, пожалуйста, соседство, вынесли площадку мусорную вот сюда. Ну, конечно, очень странно, знаете, делают и вонь такая, что, честно говоря, может даже немножко вырвать. Соответственно, когда еще приезжает мусорная машина, она встает вот здесь и, соответственно, перекрывая проезд машинам, не заехать, не выехать нельзя, надо ждать, уже образуется пробка здесь на въезд и на выезд. Ну, в общем, очень сильно не продуман этот вопрос здесь. Слушай, а сколько этажей в вашем доме? Ну, вот получается 13, из них 12 жилых, нам десятый. Проблем не бывает утром, когда вы ходите, что очередь, лифт стоит ждать? Да нет, там уже немного квартир, получается, 5 квартир на этаже, не все заселены, поэтому вполне хватает. Это не как в пике, там 10 квартир на этаже и еще там, не знаю, 30-40 этажей, там, мне кажется, уже проблематично. Ну, выходишь, да, и, кажется, за первое, что бросается, тоже текло, что ли? Здесь, нет, здесь была трещина, которая шла тоже с самого верха. Соответственно, написали заявки, ну, вот таким образом устранили, подкрасили, чем смогли, как бы, как они пытались попасть в стон. Ну, вот раньше здесь была трещина. Да, соответственно, это вот незданная пожарная система, здесь всякие провода проходят, они ее сняли, когда один из подрядчиков чинил, и в таком виде оставили, как бы, все законсервировали. Я так понимаю, подрядчик тут уже ушел с объекта, там, не знаю, с чем они говорили, застройщик, но долго они делали. Но в итоге не доделали, оставили все вот так. Здесь, я так понимаю, вытяжка, которая должна вытягивать дым, которая срабатывает и вытягивает. Ну, соответственно, мы также видим всякие трещины по стенам, которые идут, идут, дом садится, трещины появляются. Здесь, я сейчас вам покажу, у нас находится, соответственно, здесь под отопление вся разводка, отсюда у нас идет, здесь стоят счетчики в коридоре. Итак, друзья, мы заходим в квартиру 80 квадратных метров. Особо громко говорить не будем, потому что сейчас у ребенка тихий час. Важно понимать, что ребята покупают квартиру без отделки, и они своими силами делают ремонт. И вот, что у них получается. Очень много высоких встроенных шкафов, то есть места для хранения в этой квартире, где семья из четырех человек, более чем достаточно. Обратить внимание, высокие шкафы. Ром, ты можешь параллельно рассказывать с точки зрения того, что кто вообще занимался дизайн-проектом, ты придумывал, жена, нанимали дизайнера. Да, давайте немножко расскажу. Дизайнера нашел я, стоил, если вот цифра еще интересная по дизайнеру, тогда он стоил 2000 рублей за квадратный метр. Соответственно, умножаем на площадь, получаем итоговую цифру. Что входило в дизайн-проект? Это 3D-визуализация обязательно, это прорисовка полностью. Мы ему скидывали, я ему скидывал, что я хочу видеть. Он, соответственно, его задача была правильно это реализовать и немножко с планировкой поработать. Большинство решений мы уже придумали сами и просто говорили, чтобы это было качественно визуализировано уже в самом проекте. Дальше я находил, соответственно, бригаду, которая будет работать, но я заключал договор не с бригадой, а с парабом, которого мне посоветовали, с которым у нас потом сложились не очень хорошие отношения. Это я, наверное, чуть попозже расскажу об этом. И какая еще была проблема в плане дизайна? Я думал, что там будет в дизайн-проекте уже прописаны все нюансы, там все диваны, где купить, сколько будет стоить, сколько краска, какой ламинат и так далее. Какую мебель, кухню, двери. Но, к сожалению, немножко не так оказалось. Ну, я не скажу ничего плохого про дизайнера, мы с ним хорошо поработали, с девочкой, вопросов к ней особых нет. Понятное дело, что вот это все продумать и прописать, это очень сложно и трудоемко. Слушай, смотри, 2020 год, 9 миллионов квартира, сколько денег ушло на ремонт под ключ? Вот я имею в виду со всем, что мы видим, потому что ну явно вы заходили сюда и все уже было новенькое. Стулья, столы, мебель, вот все-все-все, прям вот какая сумма? Да, все, что вы видите сейчас, это все новое, кроме вот этого электронного пианино и одного телевизора в детской комнате. Все остальное было куплено новое. Да, и все обошлось, по-моему, потом еще с переделкой некой 5,5 миллионов. По-моему, изначально 5,100, и потом еще с переделкой, мы кое-что переделывали, расскажу, где-то 5,5 миллионов обошлось. Это еще до подорожания. Ну, понятно. А по времени сколько вы все это делали? Бригада заходила 1 сентября 2021 года и ушла в конце января. Хотя должна была до Нового года успеть, но не успела. Уходили в конце января. Короче, смотрите, сделали такое же решение на балконе в виде рабочей зоны. Балкон полностью утеплили, поставили новое остекление, теплый пол. Само собой, разумеется, стену, ну, парапет, в частности, подогрев не стали делать. Обратите внимание, вот плюс в том, что балкон прямоугольный, хорошей формы, и с ним, в принципе, комфортно работать, действительно можно сделать полноценную рабочую зону. Здесь у Романа, у жены Екатерина зовут ее рабочее место. Вот обратите внимание, Катя пишет книгу, точнее уже написала, она есть. Кто хочет, можете зайти почитать. Кратко, чем занимается, я вам вывожу на экран. Так, мы идем с тобой дальше. Да, одно из решений, кстати, было убрать балконную дверь, стандартную, которая здесь была, сделать такие стеклянные перегородки, чтобы было больше света сюда попадало, соответственно, на кухню. Ну да, уютно получается. То есть такой стиль, как это назвать? Ну, не лофт, как это правильно? Ну, это минимализм, по сути, это минимализм. Потому что все ровное, спокойные тона, вот что хотелось бы. Такой современный, да, продвинутый дизайн, как раз на момент 2020 года, вот эти рейки, это вообще было сверхмодно, это что-то было новое, потому что даже в 22-м году, когда я делал ремонт, многие отмечали, что это модно. Ну да, и такое не дешевое. Одна вот такая рейка купала по 1000 рублей, тогда еще одна рейка, а их 50 здесь. Так, идем дальше, смотри, давай, показывай, заводи нас. Да, здесь шкафы, как бы все уже понятно. Налево, аккуратно, да, показывай. Ваша спальня, да, там ребенок пока спит, мы так краешкам покажем. Короче, друзья, вот, разделили они специально. Здесь, да, проходим через гардероб, он вот так отделяется, если что. Да, и здесь уже, ребят. И здесь уже, соответственно, спальня. Типа как гардероб сделан, то есть места тоже достаточно. Далее, смотрите, здесь санузел-прачечный. Да, прачечный гостевой санузел, можно показать, соответственно. Тут немножко промахнулись, конечно, с стиральной машинкой, забыли про ее подключение. По ширине все нормально было, а то, что ее надо еще подключить, место... Поэтому вот так вот она немножко вывалилась из текстуры. В принципе, все тут нормально, места хватает. Так, и у тебя везде по полу теплый пол, правильно? Теплый пол только в санузлах, при входе, где плитка, и на балконе. Ага. То есть второй у нас санузел полноценный, ванна. Ну, места прям много всего, потому что потолки высокие. Да, хватает высокие потолки. Три, тут был в чистовой три, может, с копейками, и, соответственно, в чистовой сейчас 2,9, наверное, где-то вот так. Короче, вот, да, наверное, строители. Тут очень-то много косяков, они все закрасили, как мы видим здесь. Так, все. Вот эти стыки. Маляр, короче, был не самый лучший. Да, ребята на все. Так, ну, и здесь комната детская второго ребенка, дочери. Смотрите, какой прикольный диван большой. То есть можно разложить и завалиться, спать по полной программе. Ну, таких в розовых тонах. Ну, прикольно. Вот как раз хотя бы у дочери из комнаты такой еще плюс-минус интересный вид. То есть настройку, да? Настройку, да. На дом не окна, в окна вроде как, да, все так боковым идет. Давай по-живому посмотрим. Смотри, вот тебе пришла так называемая жировочка. 80 квадратов. Ну, давай. Сколько? Смотрим. Так, сейчас посмотрим. Июнь. Это вот июнь. А, это мая. Давайте июнь посмотрим. За 80 квадратов. Ну, то есть они все оплачены. Вы не думаете, что она запечатана, а не оплачены. Все оплачено через приложение. А то, может быть, надо повесить на первом этаже список, где председатель не платит за квартирочку-то. Ну, вот смотрите. Соответственно, вот у нас итоговая сумма 9,5 тысяч рублей. Вот 9,5 это за квартиру. Еще какие-то дополнительные расходы? Есть по квартире? Да нет, здесь все услуги в одном едином документе. Все услуги. Это, кстати, наша закрытая, открытая территория. То есть видите, на какой высоте сделан забор. Кто хочет, перелезает, кто не хочет. То есть дотянуться до кнопки тоже не проблема. Вот так реализовали проект. То есть как бы закрытая территория, на которую можно попасть без проблем. Даже особо перелазить не нужно. С обратной стороны нажимаем на кнопку, правильно? Да, все верно. Ну, по-моему, покажем. Рома, а с пандусом что ты говоришь? Он подразмер не подходит? Здесь, да, с обычной стандартной коляской здесь не съехать. То есть передние колеса не попадают в эти пазы. И, соответственно, приходится ее как-то приподнимать, тащить. Тем более девушке, им тяжело это сделать. У нас со второй очереди единственный такой пандус в таком вот виде. Соответственно, не знаю, будут делать новые, не будут, тоже проблема. А с этим покажи, как можно тебе попасть, не прислоняя ключа. Ну, вот, вот она кнопка, вот здесь. Вот ее просто нажимаешь. Ну, вот, если видите, она. Короче, закрытый двор, на который можно попасть, не прилагая особых усилий. Есть такое понятие, как муравьиная тропа, только в отношении людей. Ну, вот смотрите, мы идем, у нас дорожка ведет на подземный паркинг. Но при этом сверху детская площадка. А чтобы на нее попасть, люди, соответственно, как делают? Идут здесь, вытаптывают. Это хорошо еще сейчас суховато стало уже, дождик прошел, подсыхает. Но в целом, получается, мы идем и собираем грязищу, и идем на ту сторону. Ну, вот опять же, вот что меня смущает, в первую очередь, я, конечно, понимаю, что со временем это все достроится. Но вот когда ты живешь с видом на стройку, вот что хреново, блин. Когда вообще обещают это все достроить? Слушай, ну вот здесь школа будет, ее должны к сентябрю следующего года сдать. Соответственно, здесь уже не должно быть стройки. И вот мы видим сад, сад должны в сентябре сдать. Вот он виднеется. То есть вот эта вся часть, она должна закрыться к сентябрю следующего года. Как у нас будет выглядеть в третьей очереди, в каких она будет цветах? Больше похоже, конечно, на Голодные игры. На что похоже? На фильм Голодные игры, когда они там под этим лабиринтом высоким бегают. А здесь у нас располагается муниципальный детский сад, который был сдан, я так понимаю, в первую очередь, а он функционирует. Вот два входа. Ну, тут очень много групп. Мне кажется, групп 10, наверное, разных. По разным возрастам, соответственно. По первому этажу, да, получается? Первые два этажа. Первый и второй этаж здесь. Детский сад. Вот с двух сторон вот так вот до конца он идет. Таким образом, друзья, Италия остается там, а здесь нас встречают реалии. На что жители-то жалуются? Претензии есть к дороге и к этим колдобинам? Что говорят? Ну да, на самом деле, здесь у нас поверхня улицы проходит дорога, которая идет к стройке третьей очереди, соответственно, и муниципальных объектов, как мы видим. И здесь очень много ездят строительной техники, разных тяжелых машин. Мы видим, в каком состоянии у нас асфальт. Находится в текущий момент. Там неоднократно уже асфальт даже проваливался. То есть большие прям явы были не просто выбои, а асфальт проваливался под тяжестью грузовых машин. Так как здесь нет подземного паркинга с этой стороны, жители оставляют свои машины, соответственно, на улице. И, ну, мы видим, какие чистые они здесь. Все грязь постоянная со стройки. Там, не знаю, колеса не моют у машины. Вот приходится перепрыгивать. И поставили еще у нас знаки, вот чуть подальше здесь, вдоль дома, что якобы нельзя, парковка запрещена якобы. Где жителям парковаться, вообще непонятно, чья это была инициатива, то ли жителей СНТ прилегающего, то ли администрации. И для чего это сделано тоже. Вот тоже, да, интересная ситуация. Паркинг так-то есть. Просто идти до него дальше, если ты запаркуешься на подземном паркинге. Поэтому люди оставляют здесь, чтобы идти не 5 минут, а 2 минуты. Опять же, жильцы жалуются, что там машины ездят. А как еще-то? Другие ждут своих очередей. Люди деньги дали. Тоже хотят, чтобы им побыстрее достроили квартиры. Они поехали. Должна быть какая-то дорога объездная. Должна быть, но ее нет. Еще что интересно. Вот я вам показываю. Вот, жили люди, не тужили. Частный сектор выехал. Природа, тишина, спокойствие. А тут на тебе, человейник в итальянском стиле под носом построили. Чтобы вы понимали, понятное дело, что если сделать там честный опрос у всех жильцов частного сектора, я думаю, ну, подавляющее большинство скажет, что им это нахрен не нужно. Но с другой стороны, земля муниципальная, разрешение на строительство дали, все. Урбанизация. Ром, слушай, ну давай с тобой собирать все в кучу. Ну, я зажимаю пальцы, а ты перечисляй прям все проблемы. Давай вот именно сейчас проговорим про проблемы и после сделаем отдельный блок про плюсы. Вот проблемы. Первое. Управляющая компания. Обобщенно берем с точки зрения того, что я не встречал еще, честно тебе скажу, управляющую компанию, которую прям хвалят. Может быть где-то таки есть, но, как правило, всегда у жильцов с управляющей компанией не могут договориться. Сегодня ты в сюжете об этом проговорил. Раз. Дальше. Есть непродуманные моменты по жилому комплексу, как, например, пандус, правильно? Да, это в целом. Какие-то есть недоработки по проекту. Либо это некорректная реализация проекта на финальной стадии, либо внесение каких-то правок в ходе уже строительства. Потому что с этим мы тоже сталкивались, и какие-то нелогичные там есть действия. И еще момент, я думаю, что это рабочая сила, руки, которые не с того места, и они делают немножко, отклоняясь от проекта, в худшую сторону отсутствие этих ливневок и прочей штуки, когда у нас вода где-то скапливается, из-за этого у нас плесень идет. Ну, как бы одна причина тянет за собой кучу других, и из-за этого получается еще много проблем, которые не решаются. Третье, качество строительства. То, что визуально ты, конечно, ух, а вот так вот ты заходишь, сам пальцем показываешь, ну вот, вот опять же, где-то ищут утечку, протечку и так далее. То есть, отмечаем, как качество строительства так себе. Ну да, не лучшая реализация, скажем так. Четвертое, то, что вам рисовали одно, сейчас, как ты показываешь, уже третья очередь, чуть-чуть начинает визуально отклоняться от проекта, и становится все дешевле, проще и так далее. Да, если мы посмотрим фотографии, которые я пришлю, ты их выведешь на экран, когда мы покупали квартиру, там был рендер совершенно другой, у нас вид должен был быть не на эту стену, а на невысокое здание, которое там, по-моему, тоже 4-5 этажей, то есть, у нас вид должен был быть над ним из трех помещений, скажем так. Вот это, ну, такая, я так понимаю, уже частая история застройщик, когда вместо, не знаю, 100 квартир делают 500 квартир на ровном месте. Еще есть какие-то минусы? Ну, скажем так, наверное, инфраструктура замкадом, да, когда обычно все жалуются, скажем так, муниципальная в плане садика, школы, конкретно этого ЖК, садик есть, мы вот попали, в принципе, без проблем особых, школа, вот она строится, через год будет, в поселке есть другая большая, но я так понимаю, что большинство все-таки возят в Москву замкад, у всего, у большинства есть московская прописка, и проще ребенка отдать туда. Я думаю, когда здесь у нас откроется, будет уже попроще. Отсутствие, наверное, поликлиники, поликлиники, больницы в поселке, это тоже, наверное, такой большой минус, всегда приходится ездить в Москву. И когда есть какие-то острые случаи, которые у нас были, мы ездили в Морозовскую больницу, и потому что вызываешь скорую сюда, пока не доедут, пока приедут, пока найдут, зайти не могут, и квалификация все-таки очень сильно страдает. Ну, разница, скажем так, Москва и область. Ну, и у нас прописка здесь Московская область, правильно? Да, прописка Московской области, как бы благ никаких нет, но мы, соответственно, прописаны в Москве. Есть еще технические какие-то моменты, допустим, в нашем подъезде плохо работает система горячего водоснабжения. Вот я сейчас видел, у нас там бойлер включен, он сейчас работает. А почему? Потому что у нас вчера прям буквально был замер, я не знаю, могу сейчас бумажку даже показать, где мы замеряли температуру с управляющей компанией, и вода горячая составила 43 градуса. То есть теплая? Ну, да, она теплая, чуть-чуть теплее вот твоей наружки, 36,6, но чуть она теплее, то есть в такой мыться, хотя по нормативным документам она должна быть 65-70 градусов. Ну, и ответ какой, когда будет горячая вода? Вот уже полгода решают этот вопрос, никак решить управляющая компания не может. Они то одно починят, там на день-два как-то все стабилизируется, потом опять насос не прокачивает. Надо там, по сути, менять насос, не знаю, они вроде сегодня должны быть. То есть, короче, подожди, я правильно, потому что последние полгода у вас, грубо говоря, идет вода теплая, 43 градуса. Ну, мы можем даже сейчас полотенцесушитель потопить. И зимой такая же картина, само собой. То есть у тебя постоянно работает бойлер. Ну, вот последние два месяца до этого мы как-то мылись там кое-как. Получалось, скажем так, да, вот такая история. Сейчас как бы ребенок родился, и поэтому... Ну, а с точки зрения отопления зимой дома как? Нет, отопление все нормально, с отоплением проблем нет. Это топит, наоборот, скажем так, на убой даже. На убой, а вода холли не понятно. А, да, кстати, забыл еще затронуть в плане таких минусов. Это начисление за коммуналку. Это вот в чем, скажем так, я подкован, где я работал до этого там долгое время в сфере ЖКХ. Только в Москве, соответственно. Некомпетентный персонал у них, и с этим я вот как раз, мое направление с ними очень сильно борюсь. Через ГЖИ пишу всевозможные жалобы на управляющую компанию. Им выписали уже несколько предостережений. Вообще должны штрафовать по-хорошему, чтобы они как-то шевелились на эту тему. Но есть там некий закон, который сейчас, скажем так, амнистия действует, чтобы не кошмарить, скажем так, бизнес. Я к Батоне так бедный, у них денег мало. Поэтому будут страдать жители. Мы будем холодной водой мыться там и так далее. Жить в домах, где там даже не могут замазать какие-то углы за свои деньги. Итак, нам нужно делать общий вывод. Ролик у нас и так получился большой, но жизненная информация, есть о чем поговорить. Так, например, Рома еще не рассказал, что квартиру ему сдали с задержкой, но 150 тысяч рублей отсудил. Контакт на Рому я оставлю в описании. Почту электронную вы также видите на экране. Человек подкован. Возможно, у вас какие-то будут вопросы. Пишите, он с радостью по возможности вам на них ответит. Если в просмотре сюжета вы увидели больше негативной стороны, что ой, какой плохой ЖК, как там все недовольны, то я вам смело отвечаю, что нет. Когда я задаю вопрос, а хотели бы вы отсюда уехать, вот буквально одна девушка сказала, что да, мы с мужем рассуждаем. Но в большинстве своем люди остаются довольны, уж тем более те, кто покупал нам квартиры в первую очередь, потому что она получилась самая удачная. Появилась мысль и давно купить в третьей очереди квартиру. Нет, не появилась. Вот правда мне здесь комфортно. Мне комфортно, мне классно, мне нравится. Но спустя два года жизни здесь не появилось желания все-таки продать эту квартирку и заехать обратно в Москву. Ну, не знаю, может поближе к центру, тот же самый, не знаю, какой-то новострой. Или все-таки устраивает полностью жизнь здесь. Слушай, на данном этапе пока устраивает, если честно, да. Может быть, когда-то и хотелось перебраться поближе к центру, в какой-нибудь Хамовники, допустим, в зеленый район. В центре очень престижный, чтобы там не было шума, гамма. Но опять же, все в финансы убирается. Тут если бы, конечно, миллионами ворочил, наверное, я там бы и жил, не жил за Амкадой, вообще не думал. Собирать больше живых отзывов от жителей подобных ЖК очень сложно. Я подхожу максимально культурно, сразу начиная объяснять, что мы снимаем ролик для Ютьюба. Мы собираем плюсы, мы собираем минусы. Нам не нужно, чтобы вы рассказывали только негатив. Поделитесь наблюдениями. Многие открещиваются. Были люди, которые, как обычно, за камерой начинают рассказывать, вот здесь люди купили квартиры, поверили, сейчас они разочарованы. На деле ремонты идут, парковки полны. Первая, вторая очередь вся распродана. По крайней мере, согласно официальной информации с того же самого сайта застройщика. Третья очередь строится, сады строятся, все продается и покупается. Потому что люди приходят, смотрят, так, это проблема, это проблема, да, вот Роман дал четко понять, что есть косяки. Но они надеются, верят и борются с ними, чтобы им их исправили. И как только их исправят, сразу станут все довольными и квартиры начнут только расти, расти, расти в цене. Если говорить о том, что вот плохо построено, да везде так строят. Вот смотрите, буквально недавно по интернету разлетелся вот этот ролик. Бабак, да. Где поставили лавочку, запитали ее в силовой кабель и, как говорят, там попала вода и произошел бабах. Вот эти все отклонения от обещанного, народ все это проглотит. Я прям это со всей уверенностью заявляю, особенно если кто-то смотрит это от застройщиков, ну разных, да, компаний. Лично отзыв по своему опыту. Сколько я уже поездил по этим жилым комплексам, вот таких людей, как Роман, да, активистов, да их везде по пальцам пересчитать. Зачастую все сидят со стороны смотрят. У нас была ситуация, когда дом на 400 квартир построен, его никак не могут ввести в эксплуатацию. Вот пишет мне девушка письмо. Ой, как нам всем плохо. Мы вот снимаем квартиры, мы при этом платим ипотеки, нам тяжело, концы с концами сводим, помогите нам. Придайте огласки, расскажите о нашей ситуации. Приезжаем, приходит два человека, где по факту пришел один, один из всего этого дома. У всех остальных нету времени, все очень заняты, не хотят, я лучше со стороны посмотрю. А второй человек, это был муж той самой женщины, которая писала, потому что ей, как она мне сказала, стыдно стало, что она сама все это взбаламутила, а из жителей никто не пришел. Поэтому здесь стройка идет, и это уже, слава богу, спасибо, что оно вообще в целом строится. Ведь вы прекрасно знаете, что бывают жилые комплексы, где ждут по 10 лет свои квартиры, а просрочка в 3 месяца, да это за счастье, ведь за нее еще и отсудить деньги можно. Да, и можно я добавлю последний жирный плюс, который я вот обещал Дмитрию сказать в конце ролика, который я здесь отмечаю. Понятно, что вот это все там картинка, визуально это все вторично, на самом деле на первом плане всегда выходят люди. И самая ценность это люди, когда я сюда переехал, познакомился с ребятами, мы сейчас очень хорошо дружим, нас сблизил футбол, спорт, здесь есть своя футбольная команда, там она может быть, звезд в небо не хватает, но все отличные ребята, у всех есть жены, дети, мы очень все сдружились, у нас есть здесь очень дружный коллектив, и постоянно в любое время, дня, ночи, будни, выходные, мы можем вместе выйти, посидеть где-то на улице, погулять вместе с детьми, мы вместе уже отмечаем день рождения. А еще можно в общем чате переписываться, на момент монтажа этого видеоролика, 29 июля, суббота, и Роман присылает вот такую переписочку, что в доме пропало электричество, на основании этого не работают насосы, воды в квартирах нет. Вот вам пожалуйста, говорит, не первый случай, едут к ним автомобили для того, чтобы экстренно подать электричество. Короче, как мне кажется, в целом картину я вам обрисовал, а уж в какую сторону, в позитивную, в негативную или в нейтральную, пишите ваше мнение в комментарии. У меня на этом все, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, ставьте лайки, до новых встреч, всем пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok